Просто идеальная погода для Audi с полным приводом. Дамы и господа, я вас приветствую. Меня зовут Илья. Это Audi Q3 Sportback. И с этой машиной мы с вами уже знакомились ровно месяц назад, когда я забирал ее из пресс-парка Audi. И серьезно, эта машина у меня на месяц. Это самый длительный тест-драйв автомобиля, который у меня был, потому что обычно на тест-драйв машины дают, ну, на неделю максимум. Пресс-парку Audi вот такая вот большая любовь. Даже не за то, что они мне выдали машину на месяц и вообще ничего не просят. Типа, окей, езди, бога ради. А за традиционно вкусную арбузную омывайку. В первом видео мы с вами с автомобилем знакомились. Я рассказывал о своих первых впечатлениях. В этом видео расскажу о том, что, ну, естественно, мне понравилось и не понравилось за то время, что эта машина была у меня на руках. Завтра я ее отвожу в пресс-парк, и как бы мы с ней расстаемся целиком и полностью. Тем не менее, те плюсы, которые я назову, вполне могут стать для кого-то минусами. Да, то есть все будет сугубо субъективно. Я не претендую там на журналистскую объективность, на здравый подход к каждому автомобилю. Нет, я повторюсь, я смотрю на машины исключительно сугубо такой эмоциональной точки зрения. Кайфово мне сидеть за рулем или нет? Нравятся мне кнопочки в ней или нет? Классно на ней ехать или нет? Потому что эмоция, я считаю, не менее важна, чем непосредственно техника. Давайте смотреть на машину снаружи. Все-таки еще раз посмотрим, что это за заводной мандарин. А по размерам она именно мандарин, потому что на заводной апельсин он не тянет. И там уже разберемся, что к чему с новым Audi Q3 Sportback. Мы начали. Но прежде, по нашей старой доброй традиции, давайте заглянем в конфигуратор и соберем именно ту самую машину с тестом. У нас полный привод, соответственно, один единственный двигатель 40 TF's iQuattro S-Tronic. Базовая цена почти 3 миллиона рублей. С таким двигателем машина едет до сотни за 7,4, 2 литра, 180 сил и максималка 220 км в час. У нас линия Sport, которая притянет за собой еще больше увеличения ценника. И здесь нам нужно проставить галочки пакет Infotainment, добавить в конфигурацию. И пакет Sport Selection. Оба по 100 с лишним тысяч рублей. И вот так быстро у нас машина уже начала стоить 3,7. Внешний вид за 25 600 рублей добавляем оранжевый цвет. Диски у нас 19-е, 5 рукавов Dynamic на 66 800. За 52 тысячи добавляем светодиодные фары Matrix LED с передними и задними динамическими указателями поворота. И едем дальше. Внешний дизайн. За 41 тысячу добавляем стайлинг-пакет внешней отделки черного цвета. Это решетка радиаторов, молдинги вокруг окон. И также корпуса внешних зеркал заднего вида черный за 7 800 рублей тоже добавляем. Спортивные сидения у нас уже входят в линию Sport. Да. Вот именно такой интерьер у нас получается. Осталось только заменить руль. И за 2600 рублей мы быстро лишаемся обогрева руля. Потому что на спортивном руле нет обогрева в Audi. Ну окей. Регулируемые подголовники передних сидений нужны. Электрическая регулировка передних сидений нам тоже нужна. Добавляем. И разделяющиеся и складывающиеся по частям подушка и спинка заднего сидения у нас уже включены. За это платить не нужно. Вот теперь точно такой интерьер у нас есть. Комфорт. Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом и функцией складывания 16 300 рублей. И зеркало заднего вида с автозатемнением 13 000 тоже добавляем. У нас двухзонный климат-контроль, это стандартная опция, тут ничего не меняем. Пакет оборудования для крепления багажа в салоне и багажном отделении добавляем. Информационно-развлекательные системы. Докидываем Audi Virtual Cockpit Plus за 20 000 рублей. Это большой дисплей прямо перед водителем. Bang & Olufsen Premium Sound System with 3D Sound всего лишь за 60 000 рублей. Звучит просто шикардос, надо брать при любых раскладах. Audi Phone Box за 14 800 тоже добавляем. Адаптивный круиз-контроль у нас есть. Система автоматической парковки есть. Камера кругового обзора 360 за 60 000 рублей тоже есть. И ассистент сохранения полосы движения Audi Lane Assist тоже добавляем. Забыл в интерьере поставить расширенную отделку салона элементами с покрытием алюминум. 6 700 рублей. И совсем забыл, что за 26 000 рублей у нас есть еще пакет контурного освещения. Можно менять цвета, их там дофигища. Смотрите, базовая цена у нас была 3,2 миллиона рублей. Опции мы докинули на миллион и получили 4,2 миллиона за очень хорошо упакованный Audi Q3 Sportback. В принципе, с этой стоимостью можно скинуть где-то 1300 и примерно за 3,9 взять действительно хороший Q3 Sportback. Ну а теперь-то точно переходим непосредственно к самому автомобилю и его внешнему виду. По дизайну машина определенно точно стала постарше выглядеть. Она как-то посерьезнее, что ли. Если предыдущие Q3 были такие кругленькие, все зализанные, то сейчас у нас больше таких острых прямых линий. Здесь спереди светодиодные фары с автоматическим дальним светом. И что приятно, если посмотреть вот так, то здесь у нас есть еще и радар. Вот он. Адаптивного круиз-контроля. Ну понятно, что ультразвуковые датчики парковки, но радар адаптивного круиза это безумно полезная штука, если ездить на какие-то дальние расстояния по трассе. Ты просто включаешь круиз-контроль и машина сама держит скорость. Омыватели фар. Единственное, ну может быть, что она маленькая, она размером с Tiguan, но Tiguan не ощущается таким крохотным, как Q3 Sportback. Здесь все-таки совсем уж какой-то компактный автомобиль, хотя по размерам там разница буквально в несколько миллиметров. Задние фонари тоже довольно красивые, Q3 это понятно, Quattro это тоже понятно, камера. Вот она у нас здесь есть. И в общем-то сзади только вот патрубков выхлопной системы не хватает. Они дуют вниз куда-то и выглядит это немножко, конечно, пустовато, на мой взгляд. Но посмотрите вот на эти вот штамповки над задними крыльями. Спереди такие же выштамповки тоже есть, и они сделаны на самом деле не просто так. Они несут определенную смысловую нагрузку и идентифицируют этот автомобиль как машину, которая принадлежит семье Quattro. То есть вот эти выштамповки над каждым колесом это символ полного привода Quattro. По добрым ваговским традициям у нас дверь полностью прикрывает порог. Соответственно, когда вы садитесь в машину, не пачкаете штаны, что в такую погоду, как вы понимаете, очень-очень актуально. Вот 19-е колеса с 50-м профилем хвалить не буду. Они, ну, их дизайн обычный, в общем-то, ничем в моем понимании не примечательный. Но здесь хорошие цепкие тормоза. Машина останавливается прям уверенно, несмотря на то, что она, повторюсь, как в прошлом видео я говорил, она вообще ни разу не пушинка. 1800 килограммов. Вот, собственно, про эти выштамповки над каждым колесом я только что говорил, они есть и спереди, и сзади. Кстати, вот я что еще не проверил, а есть ли тут вот эти бегающие дурацкие поворотники? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, действительно, тоже бегают. Но, правда, не так ужасно, как на других машинах, в общем-то. Это даже терпимо сзади. Вот, вот такой вариант мне не очень нравится, когда поворотник заполняется плавно. Спереди же они подсвечиваются секционно. Это, это и эта часть. Есть бесключевой доступ только на передних дверях, потому что, ну, видимо, никто не считает задних пассажиров за людей, и им бесключевой доступ не нужен, и вообще туда залезать не надо, потому что место там. Ну, вот два рюкзака я поместил, и в полу валяется щетка. Места здесь не очень много, но, допустим, детям каким-нибудь, которые уже выросли из детских кресел, будет достаточно. Если у вас детское кресло, то там, конечно, будет достаточно плотненько так пакетик. Он, кстати, пустой, его надо выбросить. Это багажник. Места здесь, ну, более-менее достаточно, учитывая скромный габарит автомобиля. Здесь у нас докаточка, домкрат, инструмент и, в общем-то, все. А что вам еще нужно? И там есть, смотрите, несколько ниш, в которые можно уложить какие-нибудь полезные штуки. Плюс два кармана. Здесь у нас сетка комплектная, я не знаю, почему ее не растянули по багажнику. И вот еще один кармашек с этой стороны. Закрывается с кнопки, и так как у нас бесключевой доступ, можно еще и заблокировать машину. У обычной Q3 может быть только передний привод и только двигатель на 150 лошадиных сил. Это не очень много. У Q3 Sportback может быть как передний привод 150, так и полный привод Quattro, как у меня, на 180 лошадиных сил. Это 2 литра, и это, ну-ка, 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 АБС-очка затрещала. Просто желтый сгорелся. Чего проскакивать-то на желтый? Это все равно не очень быстрые 2 литра. И это, с моей стороны, самая большая претензия к этому автомобилю. С DSG-7, 7-ступенчатой, DQ500 с мокрыми сцеплениями, я окей. Я привык и сжился. Она может пинаться. Особенно, когда ты вот сейчас стоишь на автохолде. Это великолепная опция. Я обожаю автохолд. Я убрал ноги, я стою на светофоре, мне ничего не надо никуда нажимать. Но как только ты начинаешь трогаться, вот осталось 20 секунд, и вы сейчас, наверное, увидите, как меня вожмет в кресло не от бешеной динамики этого автомобиля. Нет. DQ500 просто подергивается периодически. Причем, знаете, в обычном гражданском использовании, когда ты спокойно едешь, не экстремально ускоряешься, она переключается вообще незаметно. И что самое главное, это коробка с... Вот. Видели? Она дергается, успокаивается, и после этого начинает ехать. Вот так она поступает всегда, когда она стоит на автохолде. Я разметку не вижу. И если я сейчас включу слежение за разметкой, потому что у нас здесь адаптивный круиз, да, тоже не увидит. Вот. Так о чем я? Вот здесь парковка для грузовиков, и мы можем на нее сейчас съехать и побесить дальнобойщиков. Сейчас попробуем. Если там есть место, сейчас попробуем. Нема! Хрена себе, я мимо поворота промахнулся. Так. У нас есть заснеженная площадка, выключенная ESC, ну, то есть DSC-off, и... Вот так можно делать на этой машине. Класс! Немножечко пошалить, на ней можно. Включаем стабилизацию. Старт-стоп я по ошибочке, конечно, включил. Он нам не нужен. Весело, слушайте, весело. Но, возвращаясь к двигателю, эти 2 литра 180 сил с турбиной, в моем понимании, не едут. Конечно, я немножко испорчен своим новым автомобилем, я не буду говорить, какой. Если вы знаете, не пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я его аккуратненько подсветил в инстаграм-историях, но, в общем, так особо еще не анонсировал, я же продал Каен. Там вот, типа, довольно много лошадиных сил. А здесь 180, это, в общем-то, хороший, на самом деле, показатель и для города, и для трассы, но здесь они какие-то вальяжные, что ли. Я не знаю, здесь прям чувствуется, что двигатель задушен экологическими нормами, и 2 литра 180 сил, в моем понимании, как человека все-таки BMW-шного склада ума, должны ехать бодрее. Все-таки, несмотря на то, что на улице минус 2, как-то все равно прохладно. Смотрите, помните, у нас был ролик про Mercedes-Benz GLB. Он, конечно, больше, чем Q3, но при этом это автомобили из одного класса. И, в принципе, их можно напрямую друг с дружкой сравнивать. И там я высказывал свои претензии к качеству сборки салона, потому что ты дергаешь ручку, и там скрипы вообще везде по всему салону. Это, мне кажется, ну, неправильно, если мы говорим даже о доступном премиуме. Так быть в любом случае не должно. Здесь по салону вообще совершенно другой уровень. Сейчас буду показывать. Ну, во-первых, это смесь новой концепции салона Audi со старой. Если сверху у нас все новое, то есть черный глянец, который будет пылиться и царапаться, когда вы будете его протирать, большой дисплей, большой дисплей и здесь. Причем механических приборов здесь, в принципе, быть никаких не может. Спортивный руль, ну, стандартный спортивный руль для Audi, то снизу все-таки вот это все дело мне напоминает предыдущие поколения автомобилей. Большие кнопки с большими пиктограммками. Это, кстати, удобно. Ты всегда видишь и никогда по ним не промахнешься. Есть отключение стабилизации. Давайте его включим. Есть помощник при парковке с отключенной стабилизацией, естественно, не работает. Многие ругаются на этот рычаг переключения передач. Дескать, он как на Шкоде. Фу, так быть не должно. Это же Audi, это же премиум. Я в нем проблемы не вижу. Ну, то есть, может быть, если бы он был чуть-чуть покороче, было бы немного покрасивее. Но в целом он удобный. Ты воткнул, вот так включил спорт режим, еще раз вернул обычный драйв. Вот так у тебя мануальный режим, передача вверх, передача вниз. Все максимально удобно, просто и понятно. То есть, какие к нему могут быть вопросы, я не понимаю. Дальше, смотрите, у нас тут подстаканники. Причем здесь подсветка. Это очень приятная опция. Электромеханический ручник, автохолд и заглушка для 12-ти вольтовой розетки. Также есть еще небольшая ниша, куда можно засовывать всякие разные фантики, мелочевку, бокс, подлокотника. Причем, смотрите, подлокотник можно вот так приподнять и вытащить, чтобы сидеть было удобнее. Еще у нас потрясающе звучащая для этого класса автомобилей аудиосистема Bang & Olufsen. Ну, Olufsen, конечно, но Olufsen звучит прикольнее. Давайте я вам попробую что-нибудь включить. Ух, сколько же здесь басов, и как круто они басят, блин. Реально, вся машина изнутри ходит ходуном. Звучит Bang & Olufsen отлично, и эту опцию обязательно нужно брать, если вы смотрите себе Q3 Sportback. И, ну, как-то вот так я сижу, конечно, коленками не упираюсь. И вы видите, что даже если бы я упирался, здесь, в принципе, есть выштамповки в спинке кресла, чтобы я вот так коленки зафиксировал и сидел. В обычных у третьей места будет побольше, именно с точки зрения вертикальной посадки, потому что там нет вот такой нисходящей крыши. Кстати, вот еще что. Заднее кресло можно сдвинуть вперед для того, чтобы увеличить место в багажнике. Силушку, правда, надо прилагать к этому, но, тем не менее, приятно, что такая опция в этой машине есть. Так, ну давайте теперь в формате Point of View, мой любимый формат, который вас сейчас будет укачивать, расскажу вам про то, что мне в этой машине понравилось, прям по пункту. Во-первых, можно делать вот так. Это классно. Во-первых, это все-таки салон. Он просторный. Делаем оглядку на размер автомобиля, и для такого компактного кроссовера здесь довольно много места и довольно много воздуха. Он, правда, дубовый, но в любом случае все, что здесь есть, собрано хорошо. Ничего не скрипит, в нем находиться приятно. Во-вторых, смотрите, это ключ. Понятно, что он выкидывается ровно так же, как на моем Ford Focus 2012, что ли, года, на третьем поколении, но не об этом речь. Смотрите, вот это брелок автономного отопителя, который здесь установлен. Соответственно, когда холодно, ты нажимаешь вот на эту кнопочку, загорается зеленый светодиод, значит, что автономный отопитель, вот здесь иконка мигает, начал свою работу. Соответственно, через 20 минут ты выходишь из дома, садишься в машину, в теплый салон. И да, здесь нет обогрева руля, потому что это спортивный руль Audi, но из дефлекторов надувает теплым воздухом так, что руль нагревается, и это, в общем-то, перестает быть какой-то проблемой. В-третьих, ну, это все-таки кроссовер, как ни крути. Пусть очень компактный, но у него хороший запас клиренса под нищем, у него полный привод, соответственно, вот в такую погоду, когда много снега и такая каша на дороге, ты чувствуешь себя гораздо спокойнее. Но в основном он гребет передними колесами, то есть 100% от момента может передаваться на передний привод, но в случае, если дорожная ситуация требует подключения заднего, то до 50% может кидаться назад. Это один из четырех, по-моему, типов полного привода Quattro, и он работает... Работает замечательно, он работает, и я себя чувствую уверенно. Сижу высоко, машина едет туда, куда мне нужно, и в ней тихо. Это, кстати, еще один плюс, она довольно тихая и мягкая, то есть с точки зрения комфорта здесь все хорошо. Правильно, что в Audi решили не перегибать со спортом, не делать ее ультражесткой с этим двигателем, это не нужно. Нужен, наоборот, максимальный комфорт, расслабленность и тишина в салоне. И руль. Именно рулевой механизм, а не само рулевое колесо. Точный, короткий, четкий и безумно отзывчивый. Вот это в машинах я люблю. Да, я не буду на ней прыгать из ряда в ряд и превышать скоростные лимиты, и шишковать как безумный. Да нет, конечно. Ну, я так делал, я хулиганил на ней. Но в любом случае, это просто еще одна очень комфортная опция. Ну и адаптивный круиз. Вот здесь под рулем есть специальный рычажок. Соответственно, у нас спереди радар, я вам его только что показывал. И этот радар меряет расстояние до машины спереди и поддерживает нужную заданную скорость. То есть, допустим, мы сейчас включаем, ну, например, на 50-60 км в час, выбираем дистанцию, которую мы хотим, чтобы машина держала до автомобиля спереди. Ну, пусть две палочки. И, в общем-то, все, можно ехать. Еще можно включить режим слежения за разметкой, но, как вы понимаете, в такую погоду разметку машина не увидит ни при каком раскладе. Ну, давайте попробуем. Вот сейчас белые пунктирные линии показывают, что разметку автомобиль не видит. Но когда разметка видна хорошо, машина вполне способна плюс-минус себя уверенно удерживать в рамках одной полосы. Правда, будет это выглядеть примерно как вы будете доезжать до левой полосы. Машина у вас будет отфутболивать до правой и обратной. И вот так вот примерно вы будете ехать. Но эта фича есть, и она работает. То есть, вы знаете, если как-то суммировать вот эти плюсы, которые я только что назвал, получается, что машина спокойная, надежная, в ней уютно. Что самое главное, что, мне кажется, даже странно для Audi, потому что, ну, в моем понимании, Audi никогда уютными-то автомобилями не были. Они такие спокойные, хай-течные, холодные. А здесь прям благодаря вот этому интерьеру, здесь уютно. И ты чувствуешь, что машина тебя не подведет. Она не застрянет в какой-нибудь снежной каше. Она тебя вытащит откуда, ну, не откуда угодно. Но, допустим, из сложных ситуаций, которые могут возникать в городе, она с ними справится без сложностей. И вот это главное, мне кажется, для покупателя, который рассматривает именно подобного рода машину. То есть ему нужна компактная машинка, но при этом, чтобы она еще могла в случае чего его выручить. А когда машина тебя может выручить, и ты это прекрасно осознаешь, машина твой друг. Вот это, пожалуй, кажется, достаточно важный момент, который нужно учитывать. Давайте так, по минусам и недостаткам, которые вот лично я для себя выписал, вот прям каратенечко пробегусь, а то сейчас это все надолго. Двигатель. 2 литра 180 сил в моем понимании не едет. Его хватает для езды по городу, да, он там даже иногда ускоряется, но мне кажется, что такой двигатель должен ехать быстрее. Коробка. Опять же, в нормальном режиме работает идеально. Робот просто замечательный. Переключается незаметно, быстро, но как только ты хочешь все-таки поддать газку, то тут начинается. Он скидывает одну передачу, понимая, что что-то как-то маловато. Я скинул, подожди, сейчас скину еще одну, и вот тогда мы, может быть, поедем. И между моментом, когда ты нажимаешь на педаль и машина начинает куда-то ехать, проходит очень много времени, и ты уже такой, да, ладно, я, в общем-то, уже и не тороплюсь никуда. Ну и все свойственные роботизированным коробкам особенности здесь тоже присутствуют. Он иногда может позволить себе неприятно подергиваться. Но опять же, это такая история, которая проявляется только когда ты начинаешь более-менее активно ездить на машине. А в нормальном гражданском использовании, в принципе, и мотор, и коробка, они показывают себя с хорошей стороны. Блин, получается, что я Audi как бы выгораживаю, но нет. Короче, не едет и дергается, вот. А еще, если вы помните, если вы смотрели, у нас где-то около года назад был тест-драйв Q8 в таком же оранжевом цвете. Совершенно классная машина. И я там раза три произнес вот такую фразу. Так вот, претензия-то на самом деле заключается вот в чем, в посадке в салон. Назовем вот эту часть подоконником, вот эту часть подлокотником. И удобное положение руки, когда ты держишь руль вот так, находится где-то между ними. Соответственно, ты сидишь либо вот так по ландкрузеровски, берешь вот эту клешню, вот так ее вставляешь в руль и едешь. То есть локоть у тебя очень высоко практически на уровне плеч. Либо же ты спускаешь руку на подлокотник и достаешь исключительно до, ну, я не знаю, до 7 часов на руле. И это актуально также и для Q3, потому что фактически, знаете, это маленький-маленький Q8. Здесь также ты, если рулишь левой рукой, тебе некуда положить локоть, он у тебя всегда на весу. Здесь высоко и очень жестко, и очень острый угол, вот эта вот грань. А здесь слишком низко, и в итоге тебе приходится вытаскивать подлокотник и рулить правой рукой. Ну, либо двумя, что, конечно, в идеале делать. А еще вот, знаете, я первые две недели, когда ездил на вот этом Q3 Sportback, я себе в голове прям поставил галочку обязательно сказать про неудобные спортивные сидения. Они, да, они спортивные, они выглядят красиво, я должен сказать. У нас здесь одной кнопкой регулируется и высота, и вылет подголовника. Причем, сейчас мы про подголовник начали говорить, обязательно подголовник не должен касаться вашего затылка. Вы не должны ехать вот так вот расслабленно, потому что как только вы запрокидываете голову, и она у вас получает точку опоры, ваш организм понимает, что мы максимально расслаблены, можно вздремнуть. У меня реально провисала поясница, причем здесь есть регулировка поясничного подпора. Можно там вот как-то себе настроить этот валик, чтобы он давил в спину. Но мне все равно этого недостаточно, и на долгих расстояниях, ну то есть я где-то в студию из дома еду в районе часа, за час у меня уставала спина, она начинала болеть. Сейчас, последние две недели, что я езжу на этом автомобиле, такого уже нет. То есть либо я как-то адаптировался к форме этих кресел, у которых, кстати, боковая поддержка, хоть она и довольно сильно развита, никак не регулируется. Либо я не знаю, что произошло, но кресла стали более-менее удобными. Не знаю, может быть, мой позвоночник принял форму этих кресел. То есть в целом, как вы понимаете, минусов-то не так и много, да. Ну вот неудобная посадка именно с точки зрения того, что локоть некуда засунуть. Но опять же, это может быть именно моя какая-то особенность. На красный прям вот так можно было, да? А-а-а! Кажется, мы с вами только что нашли еще один минус. Это жутко скрипучие дворники. Ну-ка. Не, вроде сейчас нормально. Но вот эти вот все минусы, что я там говорю, коробка дергается, но они довольно натужные, и я согласен. Они, ну, не то чтобы высосаны из пальца, они все-таки присутствуют. Но вот говорить, что нельзя покупать и вообще рассматривать 180-сильный Q3 Sportback из-за того, что у него там где-то коробка иногда подергивается, ну, это объективная особенность. Ну, никуда от этого не деться у роботизированных коробок. Или то, что она как-то едет не так быстро, как хотелось бы. Да нормально все. Нормально. Самая большая, ну, наверное, не проблема и не минус, и не косяк этого автомобиля, но угроза – это другой автомобиль, естественно, тоже концерн Volkswagen Акционели Гезельшафт, то есть влаг. Это Volkswagen Tiguan. Ценник у него будет значительно ниже. По размерам машины идентичные, а стоят дешевле. По опциям тоже Volkswagen не сильно проигрывает. Да блин, я всю дорогу, каждый поворот я выхожу боком. Я понимаю, что так делать нельзя, что вокруг люди ездят. Но я все-таки слежу за ситуацией. Да, и если бы, например, я бы выбирал себе Audi Q3 Sportback, я сразу скажу, себе я такую машину не хочу. И себе бы я ее покупать не стал абсолютно точно. Для меня она все-таки маленькая, и мне хочется автомобиль, который едет быстрее. Но! Есть одно очень большое но. Я бы хотел, чтобы такая машина была у меня в семье. Например, свою Полину я бы пересадил с мини, хэтча, F56, именно вот на такую Q3, возможно, на 150. Нет, наверное, все-таки на 180 сил на полном приводе. Машина высокая, по всяким сугробам на ней можно ездить без проблем. Особенно вот в наши зимы, когда внезапно выпадает хреновая гора снега, и ты не знаешь, что с этим делать. На мини ты просто постоянно шлифуешь, потому что монопривод, это не проблема мини, это проблема монопривода, с этим ничего не поделать. То здесь ты едешь гораздо более уверенно, ты чувствуешь себя вот в этой снежной каше, ну, нормально. То есть, да, ты соблюдаешь какие-то рамки приличия и разумного, но ты можешь ехать гораздо спокойнее, гораздо увереннее, именно потому что здесь Quattro, здесь полный привод. И при этом я даже сажал Полину за руль этого автомобиля, я не знаю, сейчас в пресс-парке Audi, наверное, такие, ничего, мы доверили машину тебе, но мне нужно было проверить. Это был научный эксперимент. Я посадил ее за руль, мы с ней проехались, под моим чутким надзором, конечно же, не превышая скоростной режим, и ей понравилось, потому что здесь все неплохо, здесь очень ладно собранный салон, здесь все гораздо приятнее сделано. И удобно, что самое главное, ну да, может быть, до регулировки громкости далеко тянутся, ну и хрен бы с ней, она есть на дубовом руле. Но это замечательный автомобиль, и знаете что? Помимо Полины я еще эту машину проверял на своем замечательном дружище, который просто пробитый BMW-шник, и он не очень любит Audi, он прям к Audi относится максимально скептично. И вот да, реально, мы два BMW-шника пришли к мысли, что это офигенный автомобиль, либо для тех, кто никуда особо не торопится, ему нужна просто хорошая, ладно собранная машина, либо для человека, который знает, что делать с этим двигателем, что можно, это VAG, это Stage 1, Stage 2, свап турбины, новый кулек, и поехал, причем там 260, 280, 300 сил, без проблем вообще снимаются с этого двигателя, а учитывайте, что здесь до Q500, запас момента у нее до 600, и с этой коробкой вообще ничего не случится, ровно как и с двигателем. Из нее можно выжать гораздо больше. Либо же, как раз для супруги. Вот, серьезно, я бы Полину на такую машину пересадил, и был бы за нее максимально спокоен. Так что вот такие дела, ребят. Это был Audi Q3 Sportback, месяц с этим автомобилем. Подписывайтесь на канал, не забывайте, пожалуйста, нажимать на колокольчик, потому что, ну, слушайте, видео выходят, типа, по зову души и сердца, и это не так часто происходит. Поэтому, если вы будете получать от меня 4 максимум уведомления в месяц, мне кажется, ничего страшного. А я, в свою очередь, буду только рад, если вы будете смотреть видео, оценивать их пальцем вверх или пальцем вниз, и обязательно комментировать, потому что ваша обратная связь мне очень и очень нужна. Хочется. Хочется вот так вот делать. Хочется мести хвостом изо всех сил. Ничего с собой не могу поделать.